В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Руководство Ленинского городского округа запустило новый формат встреч с населением. Думаю, что именно такой формат общения, он даст наиболее удачные какие-то и плоды, и решения. В муниципалитете стартовал марафон «Стай макулатуру, спаси дерево». Все должно жить, включая бумагу. В центральной библиотеке состоялся финал конкурса «Зубовские чтения» в новом формате. Праздник победы. Наглажены брюки, взрослые бьют за победу до дна. Деду перестали настырные внуки. Дед, расскажи про свои ординары. Руководство Ленинского городского округа запустило новый формат встреч с населением. Программа «Выездная администрация» теперь будет практиковаться каждую неделю. Заместители главы муниципалитета, выезжая на различные территории и общаясь с жителями, узнают о проблемах от них. Первая такая встреча уже состоялась в Расторгуеве на Петровском проезде. Подробности в репортаже Юлий Погасьян. Петровский проезд, что в Расторгуевской части города видно, одна из наиболее густонаселенных территорий того района. Здесь находятся несколько малоэтажных многоквартирных домов, в которых проживают активные люди. Они хотят сделать свои дворы комфортными. Поэтому на встречу с представителями администрации пришли охотно. Заместители главы Ленинского городского округа Светлана Тугова и Елена Лобачева больше часа общались с жителями. Сейчас настолько много всего в жизни происходит, что, конечно, с одного места из администрации сидим, мы не можем увидеть то, что происходит в каждом уголочке нашего городского округа. Очень важно выезжать к людям, очень важно слышать их проблемы, очень важно слышать именно из первых уст. Думаю, что именно такой формат общения, он даст наиболее удачные какие-то и плоды, и решения. И это пойдет только на пользу и жителям, и нам. Формат выездной администрации теперь будет практиковаться каждую неделю. В этот раз встреча была посвящена вопросам жилищно-коммунального хозяйства и работе портала «Добродел», где жители могут оставлять свои заявки о проблемах на территории. Вода грязная, пока сольешь, уйдет очень много кубометров. И вообще по качеству сама вода очень неплохая. То есть приходится ставить специальные приборы, чтобы очистить воду. Надо очистные сооружения, наверное, ставить или что-то подобное. Это один из вопросов, который заместители главы взяли на контроль, но моментально его решить не получится. А вот проблему отсутствия отопления в некоторых квартирах Петровского проезда представители управляющей компании пообещали устранить в этот же день. После обиды с вами созвонимся и уже будем решать по поводу. Как бы у нас проблема решилась, не решилась с вами. Потому что мы уже в течение двух недель пытаемся. С понедельника мы звоним, я звоню уже везде. Помимо общения с заместителями главы в формате выездной администрации, люди могут свободно взаимодействовать с начальником своего территориального отдела. Как у нас помещение будет отремонтировано. Располагаться наш террородел будет в бывшем помещении сберегательного банка. Это рядом с почтовым отделением Петровский проезд 24. У нас будет прием проводиться еженедельно, каждый четверг, с 10 до 13. И мы будем рады увидеть всех, соответственно, для решения вопросов. Мы будем находиться на этой территории постоянно. Я надеюсь, что не будем откладывать до приема. Будем стараться решать оперативно, ежедневно. А тематика формата выездной администрации каждую неделю будет меняться. У населения будет возможность пообщаться с каждым из заместителей главы Ленинского городского округа, который курирует свои вопросы жизнедеятельности муниципалитета. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Видное ТВ. В Ленинском городском округе, как и по всей России, стартовал марафон «Сдай макулатуру, спаси дерево». Принять участие в этой экологической акции, которая проводится с 2015 года, может каждый, кто неравнодушен к природе. Телекомпания «Видное ТВ» также присоединилась к марафону. Слово Екатерине Коваленко. Административное здание Центрального парка «Видного» на некоторое время стало местом, куда можно принести макулатуру на вторичную переработку. На глазах стремительно растет число коробок со старыми журналами и газетами, ненужной бумагой, разнообразной упаковкой. Стартовавшая в нашем городе всероссийская акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» привлекла неравнодушных жителей. Мы приглашаем и принимают участие, и учащиеся наших общеобразовательных школ тоже обязательно примут участие в этом эко-марафоне. Молодежь нашего города, учащиеся МРСИ нашего института и колледжа. И мы еще всех приглашаем, нашу молодежь, которая живет и проживает у нас в городе, принять участие в этом замечательном проекте. И молодые люди с удовольствием откликаются. Студенты Московского регионального социально-экономического института всего за несколько дней собрали почти 700 тонн макулатуры. Все должно жить, включая бумагу. Это очень важно, что можно это вдвойне как-то переработать, чтобы это послужило нашему городу, чем просто выкинуть мусорку, чтобы это все валялось по земле. Лучше уж придать вторую жизнь. Я сдаю макулатуру не первый раз, я это сделаю с душой, и это очень важно для экологии. В пользу вторичной переработки говорят простые цифры. Так, одна тонна макулатуры может сохранить от вырубки 20 деревьев или сэкономить тысячи киловатт электричества и 20 тысяч литров пресной воды. Усилий совсем немного, а вот польза для экологии впечатляет. Так считает местный депутат Павел Русаков. У меня накопилось очень много газет, журналов различных, просто какой-то рабочей документации. Для чего мне это хранить, если я этим не буду в дальнейшем пользоваться, а это может принести пользу, ну, как минимум, может быть, на 2-3 дерева кто-то меньше срубит. К участию в акции приглашаются все желающие. Принести макулатуру в Центральный парк можно до 23 октября. Ну, а наша телекомпания стала одним из первых участников этого экологического марафона. Внес свою лепту и наш телеканал. Вместе с коллегами из газеты «Видновские вести» мы собрали вот такую коробку с макулатурой. И сделали мы это всего за один день. Ведь в нашей редакции традиция не просто выбрасывать бумагу куда-то в ведро, а складывать в подобные коробки и уже сдавать макулатуру. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». В здании администрации состоялась встреча заместителя главы администрации Татьяны Квасниковой с сотрудниками библиотечной сети муниципалитета. Первое, о чем напомнила Татьяна Юрьевна, это соблюдение санитарных требований. Работать в библиотеке в режиме онлайн научились еще весной. Десятки различных проектов имели большое число просмотров. Сотрудники придумывали интересные онлайн-встречи, мастер-классы, экскурсии, чтобы те, кто приходил к ним раньше, не потерялся и во время пандемии. В 1514 году создана эта гравюра. И почему меланхолия? Это, как мы знаем, один из людских темпераментов. Журнал «Родина» – это главное открытие и пристрастие мое личное с этого года. Татьяна Квасникова предложила теснее сотрудничать с нашим телеканалом, объединив различные направления работы библиотек в телепроект. В каждой практически библиотеке сегодня есть либо музей, либо сменяемые, приличные, очень солидные, наполненные историческим материалом, местным материалом выставки. Она сегодня рассказывает и сохраняет, и бережет, и бережно относится к традициям местным. Она сегодня рассказывает о творчестве наших поэтов, писателей. Идею поддержали с обеих сторон. И, возможно, уже совсем скоро телезрители увидят на телеканале «Видное ТВ» новую передачу. А на встрече обсудили также и проблемные моменты в работе библиотечной системы. Заместитель главы окружной администрации пометила в своем блокноте самое важное, пообещав сотрудничать с нашими книгачейми и всячески им помогать. Видным на улице Школьной между домами 47 и 49 появился новый арт-объект. Творческая группа «Графикон» с помощью баллончиков с краской превратила в него старую электроподстанцию. Граффити посвящены настоящим героям нашего времени, не врачам, пожарным, учителям, а также родителям. За преображением наблюдала и наша съемочная группа. Когда-то в этом одноэтажном кирпичном здании располагалась электроподстанция. Потом со строительством новой в нем стали хранить инвентарь работники управляющей компании. Со временем строение поизносилось и стало портить не только облик микрорайона, но и настроение жителям окрестных домов. И вот это кирпичное здание совершенно непотребного вида. Мы с жильцами дома подумали и решили обратиться к нашему депутату, чтобы как-то облагородить. Павел Русаков откликнулся на нашу просьбу. Изначально планировалось просто покрасить строение, но депутат Павел Русаков решил подойти к вопросу творчески. Я проработал с несколькими ребятами, кто занимается граффити и эскизы. Мы долго там искали какое-то нужное нам необходимое решение, которое можно здесь, скажем так, чтобы оно и социальную направленность какую-то отображал, и чтобы актуальные темы были сегодня, ну и соответственно тренды для молодежи. Огромное спасибо партнерам из компании «Видная.нет» Александру Юрьевичу Ломакову, который поддержал эту инициативу и помогает. Цель проекта – это оказать благодарность, высказать свою благодарность самым важным профессиям, самым важным людям. На наш взгляд, это наши медики, ситуация с коронавирусом это уже успела показать, это учителя, которые воспитывают наше будущее поколение, это пожарные наши спасатели, а также наши дорогие родители. Художники из творческой группы «Графикон» профессионально занимаются граффити уже более 15 лет. Только за прошлый год они выполнили около 120 проектов в Москве и Подмосковье. На предложение украсить своими работами Ленинский городской округ откликнулись с удовольствием. Я приехал сюда, то есть выслушал вкратце ТЗ, потом в течение, не знаю, двух недель подготовил макет, то есть вот сейчас вот то, что есть. И все всем понравилось, мы двигаемся дальше, вот его уже рисуем на стене. На создание четырех рисунков потребовалось 60 с лишним баллончиков с краской. Уже к вечеру жители улиц Школьной и Строительной могли любоваться новым ярким арт-объектом. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. В этом году Оргкомитет фестиваля художественного слова «Зубовские чтения» принял решение провести его в удаленном режиме. Отборочные прослушивания проходили в онлайн-формате. 15 октября в Видновской центральной библиотеке состоялся финал уже 11-го по счету литературного конкурса. Жюри оценивало участников по видеозаписям их выступлений. В этом году в конкурсе «Зубовские чтения» приняли участие около 100 человек из Москвы и Московской области. Как отметила директор централизованной библиотечной системы Ленинского городского округа Татьяна Лукашева, это намного меньше, чем в прошлые годы из-за нового онлайн-формата. Вообще-то мы думали, что все-таки ситуация позволит нам, как всегда, провести в реальном режиме этот конкурс, который проходит всегда очень интересно, очень артистично, эмоционально. И много зрителей у нас присутствует, и поддержку они оказывают своим участникам. Но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация не позволила этого сделать. Итоги конкурса также проводились в удаленном режиме. Жюри собралось в центральной библиотеке для просмотра 39 видеороликов финалистов. Участники фестиваля могли наблюдать за происходящим онлайн. Если злая судьба загнала тебя в угол, оттесняя от жизни в углу, как бы ни был ты слаб, как бы ни было туго, постарайся обжиться и в этом углу. Выступления оценивались в четырех возрастных группах по пятибальной системе. Мы не забываем, что прежде всего у нас конкурс чтецов. Это конкурс художественный. И жюри, предварительно, которая отсматривала весь пришедший материал, делала акцент именно на этом. Несмотря на необычный формат проведения, работа жюри была традиционной. Обсуждение каждого участника, оценки по критериям, споры и принятие общего решения. У нас еще вот есть «Звериная душа», но там видео не очень, а там вот как раз у Кадырлеева и видео хорошее, и читал он замечательно. Мальчишка очень обаятельный. Для чтеца просто прелестный парень. 2020-й объявлен годом 75-летия Великой Победы. В связи с этим была введена специальная номинация «Лучшее прочтение стихотворения о Великой Отечественной войне». Праздник Победы. Наглажены брюки, взрослые бьют за победу до дна. К деду перестали настырные внуки. Дед, расскажи про свои ординары. Вообще конкурс был задуман как конкурс для популяризации творчества подмосковных поэтов. В этом-то его и есть отличие от многих поэтических художественных конкурсов. Здесь ребята участвуют трех возрастных групп. И взрослые, ну у нас второй раз уже участвуют еще номинации «Взрослые». Победители конкурса объявлены в каждой возрастной группе. Все результаты опубликованы на сайте библиотеки. А на YouTube-канале размещены видеоролики финалистов. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин